привет дорогие слушатели моего канала случайные за сессии подписчики сегодня мы готовим блинчики вот такой начинкой для этого я подготовила большую грудь луковицу большую мелко нарезала довела ее до прозрачности лук поджарила и добавила к луку морковь тоже 3 морковки такие средние на терку на крупную зажарила с луком довела до прозрачности и добавила туда по пол 100 грамм 300 и вот у меня сейчас это залит на сковородке еще добавлю туда и кабачок мелко нарезанный мы так и добавила кабачок и буду обзаривать еще кабачок добавлен пропорции такие кабачок и капуста поровну а морковь и лук ну в четыре раза меньше вот так еще добавила помидор кабачок еще такой немалый грамм на 400 и обзариваю затем буду солить перчь перчить и так далее кабачок пускает сок это очень хорошо для капусты она хорошо протушится и сейчас помидоры вы кладете сколько вам мешалка ну стуки 3 грамм наверно 200 150 чем не жалите будет очень вкусно именно с помидором ну тушим бы я накрываю крышечкой и тушим до готовности ну вот начинка почти готова на этом этапе я посолю поперчу любимыми мы поперчите любимые ваши травы какие вы любите я люблю рованские травы положу паприку положу немножечко красного перца черного перца вот такое вот то я люблю если мало помидор то добавьте или кетчуп или соус много не надо но чуть-чуть надо для вкуса готовим блинчики тесто на блинчики вот в 3 яйца перевозки соли стакан будет или полтора молока теплого такого знаете 35 градусов разбавим и добавим еще стакан или полтора посмотрим как по густоте воды соли в яйца чайную ложку замешиваем тесто размешиваем зубки с сахаром и солью затем добавляем молочко вливаем полтора стакана не стакана молока вот так все перемешиваем теплого я сказала молока градуса 35 все хорошо перемешиваем и сейчас соединяем с мукой а вот будем добавлять по мере того сколько войдет называется сколько войдет то есть добиваясь тесто чтобы она была так вот на тонкие налетники соединяем с мукой нашу вот эту яйцо и молоко соединяем с мукой и по мере густоты будем смотреть сколько нужно добавить еще воды добавляем понемножку воду чтобы почувствовать тесто сколько его нужно воды чтобы она так получилось таким жестким так вот хорошо хорошо венчиком размешиваем соединяем не хватает еще добавляем доводим до такой степени чтобы тесто у нас было такое как на тонкие блинчики я даже тесто могу попробовать и чтобы не хватает сахара добавлять сахар вот такое тесто получилось еще добавляем в лоски 4 растительного масла но в зависимости от вашего количества теста может вы меньше замешиваете можно 4 лоски растительного масла все перемешиваем вот так садятся наши блинчики пекутся хорошие такие получаются вот такие блинчики получаются и чем дальше вот такая начинка вот так начиняем и блинчики и закручиваем рулетики как обычно вот такие рулетики получаются вот красиво посмотрите как хорошо ну вот так начинка это начинка потом после этой начинки будем делать начинку с творожком сладеньким с творожком ну вот такое получилось с этой начинкой такая горка блинчиков еще будет точно такая горка только с творожком сейчас я покажу как мы готовим творожком сейчас я покажу как мы готовим творожок для начинки вот так готовим начинку с творожком можно с сахаром если масло не творог если творог магазинный лучше положить немного сгущенки будет очень здорово Вот такая начиночка. Сейчас начиним еще блинчики. Наши детки любят такое, сладенькое. Вот такие получились блинчики с творожком. Очень вкусные. У нас уже малыш есть такой, попробовал в восторге. Вы знаете, когда будете готовить творог, добавьте туда еще ванильный сахар. Будет очень вообще интересно. А эти блинчики тоже с интересной очень начинкой. Очень вкусная начинка. Рекомендую, сделайте. Вот так мы сегодня вечером ужинаем на даче. У нас такие блинчики. Спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. Это очень вкусно. Готовьте со мной. Готовьте вкусно. Лайки и подписку. Спасибо. Заходите на мой канал. Еще будет очень много интересных рецептов.